В Костанае водители раскритиковали идею с установкой картонных макетов в виде школьников у пешеходных переходов. Они считают их неэффективными. Более того, почти всегда эти фигуры испорчены вандалами. А значит, бюджетные деньги потрачены впустую. Согласны ли с ними полицейские? Расскажет Нина Шапо. Вот такой металлический каркас остался от макета школьника рядом с бульваром молодежи в Костанае. Силуэты детей устанавливают вблизи школ и у пешеходных переходов. Но, к сожалению, многие стали объектами вандализма. А те, что уцелели, водители считают бесполезными. Тормозишь резко. А сейчас гололёд сзади могут тоже подтолкнуть. Ночью тоже. Не освещается ничего. Тень. Надо освещать пешеходные. Ну, в тёмное время суток бывает, что запутываешься, наоборот. И, может, резко задормозишь из-за этого. И все это отожрать бы хотя бы немножко. Удобнее было бы ещё. С одной стороны, они, конечно, хорошо. Но иногда вот глаз притирается вот именно на макетах школьников. И потом можно будет не заметить, ну, ребёнка. На трассе пугают ночью, когда едешь. Мальчик как будто раздетый стоит. В шортах ещё. Изображения школьников, патрульных авто и животных появились на дорогах по инициативе полицейских. Их анализ показывает, что аварийность на таких участках снижается. Всего по области было установлено 185 макетов. Из них 127 в виде школьников. В департаменте сообщают, что ежедневно мониторят соцсети. И недовольство водителей взяли, как говорится, на карандаш. В ноябре изображения демонтируют из-за снегоуборочных работ. И уже в следующем году установят обновлённые. В территориальные подразделения направлены указания, чтобы в последующем, в следующий год, при установке данных макетов, в обязательном порядке устанавливали светоотражающие ленты на данные макеты. Так как в начальное время данные макеты у нас не видны. В среднем на установку одного макета тратят около 80 тысяч тенге. И общественники считают, что эти деньги лучше пустить на освещение переходов и установку сигнальных огней. Мне нравится система. По трассам мы видим, может быть, сами видели. Когда зебра стоит, стоят красные мигалки. Красно-синее, изображающие полицейскую мигалку. Оно реально призывает очень большое внимание. Лучше туда установить такую действующую штуку, как имитация полицейского. То есть, в первую очередь, да, вот эти вот мигалки. В вторую очередь, это всё-таки осветить эти пешеходы. Сегодня в Костанае непогода. И макеты с изображением школьников из-за снега стало вообще не видно. А смогут ли светоотражающие ленты сделать переход безопасным, узнаем в будущем году. Нина Шапой, Елена Досова, Информбюро, Костанай.